Всем подписчикам привет! Сейчас пойдет разговор о здоровье и так называемой нормальной микрофлоре. Вы видите рекламу в телевизоре сейчас, что здоровье очень сильно зависит от состояния микрофлора человека. В результате лечения, длительного лечения, мы свою микрофлору, нормальную микрофлору, которая представлена у нас в желудке и кишечнике на слизистых оболочках, в основном тремя типами микроорганизмов, родственных нам, близких, то есть наших друзей. Это лактобактерии, которые начинают встречать все вещи в ротовой полностью, бифидумбактерии, которые живут в желудке и кишечнике, тонком в основном, и колебактерии. Вот три типа бактерий, которые у нас присутствуют. И в результате лечения они погибают, то есть погибают не только болезнетворные бактерии, которые мы лечим, собственно говоря, при вирусных заболеваниях, при воспалениях, но и нормальная микрофлора. И для того, чтобы ее восстановить, приходится нам пропивать вот эти препараты. Препараты или бифидумбактерина. Сейчас появились очень много типа всякие биодобавки, максифлоры, где миллиарды бактерий типа присутствуют. Но эти все вещи я им не доверяю. Нормальный проверенный способ восстановления и курса лечения, они должны быть представлены в виде вот таких вот сухолеофильно высушенных препаратов, которые еще в Советском Союзе производились на биофабриках. И уже потом эти биопрепараты замораживались, размноженные бифидумбактерии, допустим, бифидумбактерин, и затем в вакууме высушивались. Леофильно, так называемый, сублимационный способ сушки. И потом уже годами можно было их использовать, хранить и при надобности применять. Я вам сейчас покажу, как нужно правильно заквашивать молоко, для того, чтобы у нас этот процесс был более дешевый, с помощью препарата бифидумбактерин. Это производство московской биофабрики, которая сфасована в пенициллиновых флаконах. То есть она сухая, высушенная. И запечатана в обычном флаконе, который хранится в холодильнике. Мы его, этот флакон, должны восстановить, то есть вылить в него, добавить воды кипяченой, не превышая температуру 40 градусов. 40 градусов, это температура граничная, которая для них смертельная. То есть они погибают выше 40. Вы выливаете, значит, 5 кубиков, стряхиваете, получаете суспензию. Суспензию уже оживших бактерий, 5 доз здесь. И эту суспензию выливаете в молоко. Молоко должно быть тоже стерильное. Здесь я уже предварительно вылил эти 5 доз. То есть это уже второй флакон у меня. И затем вот это заквашенное молоко вы ставите в теплое место. Теплое место это, ну, температура менее 40 градусов, но теплая. И к утру у вас получается литр уже бифидокефира. Но это настоящий бифидокефир, а не тот, который продается в магазине. Непонятно, что там заквашено. Точно так же можно поступить с лактобактериями. Есть лактобактерины, есть смеси бифидум и лактобактерии. И колибактерин есть, который живет в толстом кишечнике бактерии. Если вы таким образом месяц попьете этот кефир, вы восстановите свою микрофмору. Всего доброго, приходите, подписывайтесь на канал.